Стас, до нас дошли слухи, что ты три дня полем, три дня лесом, три дня на санях, на оленях. Наконец-то ты добрался до нас. Наконец-то. Ну что же ты нам привез? Расскажи. Что я вам привез? Я вам привез Хопчик и Контемпорари. Вот, что я вам привез? Я привез вам свое настроение, я привез вам себя. Я не скажу, что там прям уже там у каждого хореографа свое понимание на теле и на стиле, там, Контемпорари, бицетатиктоник, хип-хоп, брейк-данс. Вот, я привез себя, я привез именно то, как я это чувствую, то, как я это вижу. Вот, поэтому я думаю, сегодня без лжи и все, что будет происходить в комнате, оно останется в комнате. Только между мной и ребятами, которые там будут. Поэтому... Ты привез себя, ты будешь развивать наших учеников. Скажи просто, а как ты сам развиваешься? Посещаешь ли ты какие-то мастер-классы, куда-то ездишь, смотришь видео? Вот, какое последнее видео ты посмотрел? Какого хореографа? Какого хореографа последнего видео, когда ехал? Я смотрел себя. Смотрел свои недостатки, в первую очередь. Вот, я не пытаюсь танцевать, как тот или иной хореограф. Я же говорю, я развиваюсь над собой, я не пытаюсь у кого-то что-то слизывать. Вот, поэтому только сугубо на себя смотрю. Вот, и я не считаю, что видео это есть какое-то то или иное развитие. Ребятам можно и без связки объяснить, допустим, как подобный мастер-класс проходил в Днепропетровске, подобные упражнения девочки довели до слез. Для меня это так восхитило, когда я видел, что человек прослезился. Мокрый, значит, мокрые глаза, значит, что-то вот, что-то во мне еще осталось, есть. Я могу еще что-то то или иное дарить человеку, эту или иную информацию преподносить. Вот, поэтому сказать, что я там смотри видео, у меня просто на это нет времени, так как я сейчас переехал в Киев, и я пытаюсь как-то освоиться в этой индустрии. Я снимаюсь в клипах, участвую в мюзиклах, езжу по мастер-классам, и параллельно тренируюсь, и параллельно нужно еще ребятам успевать отвечать, какие-то знаки внимания тоже уделять, дабы они не сказали, что у тебя выросла большая красная корона на голове, и ты зазвездился. Хорошо. У нас вскоре откроется кафе All Stars, и у нас будет настоящее танцевальное меню. Меню, кстати, вот насчет меню, до прямых эфиров, что я делал, как вы думаете? Вы думаете, я тренировался, я учился готовить, потому что в моем маленьком провинциальном городе нет возможности предоставить мне зал, где я бы мог каждый день восьмичасовую тренировку пройти, как это было раньше, поэтому я готовил. Учился готовить, и, как мне сказали, можно и на мастер-шеф теперь в этом году. Так, Стас, можно от тебя рецептик какой-нибудь? Скумбрию в рулетах или курицу, запеченную блинами? Ну, давай скумбрию в рулетах. Только в каких уточни, пожалуйста? Давай потом после съемки, потому что уже время. Мы сейчас уже заканчиваем, да, скумбрия в рулетах. Обрезаем эти все плавнички, мы ее вскрываем, мясо срезаем, наполняем грибами, чесноком, луком. А хип-хопом мы наполняем скумбрией? Да, наполняем. Своим хип-хопом, с элементами брейкинга, да, естественно. Отлично. Такой рыбы еще не было ни у кого на столах. Стас, мы видели тебя на афише в шляпе. Правда, что в этой шляпе скрывается кролик? Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»